Восемь вечера в Украине, как всегда в это время, говорим о главных событиях минувшего дня. В начале выпуска, как всегда, коротко о главном. В Одессе сгорела маршрутка, а троллейбус протаранил свадебный лимузин. Зона конфликта над Умской. Нардеп Оксана Корчинская установила палатку у здания Одесского горсовета в знак защиты свободы слова. Если Украина не выполнит свои обещания перед американским инвестором, Одесса рискует остаться без инвестиций. И вот правительство сейчас говорит, а может мы не будем углублять больницу. А теперь обо всем этом и многом другом подробно и по порядку. Госбюджет 2017, цена на газ, тарифы и субсидии. В столице состоялась встреча представителей региональных СМИ с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Главными темами встречи стали суммы и приоритеты госбюджета на будущий год, обоснованность новой цены на газ, формирование тарифов, субсидий и программы энергоэффективности. Подробнее об этом в сюжете Натальи Костенко. 876,9 миллиардов гривен. Такую сумму заложило правительство в госбюджет на будущий год. Это плюс 17% по сравнению с нынешним. С 1 декабря средняя зарплата украинцев возрастет на 10%. Учителям обещают больше. В наступном году мы предлагаем увеличить зарплату для украинского учителя. По сравнению с тем, которое оно получит сегодня, на 30% и немного больше. Приоритетными станут безопасность и оборона. На них выделят на 14,5 миллиардов гривен больше. Новым разделом в структуре доходов станет так называемый дорожный фонд. Активы фонда будут распределяться на места, где качество дорог будет полностью зависеть от хозяйственной деятельности органов местного самоуправления. На полное обеспечение местных бюджетов перейдут школы, садики и больницы. Премьер подчеркнул, за последние два года местные бюджеты увеличились минимум вдвое. Децентрализация сохранит эту тенденцию, а для контроля местные власти планируют реформировать счетную палату и разработать закон о местном референдуме. Ну а пока громаде остается довольствоваться системой госзакупок прозора, ресурсом дата, избирательным правом и правом на контроль. Вы же сами выбираете свою местную раду, вы сами выбираете свою владу и вы сами разделяете за ней ответственность. Поэтому очень важно, чтобы мы свою функцию выполнили не только в тот момент, когда мы пришли и проголосовали. Активно поддерживать в 2017 году правительство планирует из сектора ПК. Для поддержания хозяйств размером до 500 гектаров земли из бюджета направят 5,5 миллиардов гривен. Поддержит и угольную промышленность, а также систему здравоохранения. Мы предпочиваем 5,9 миллиардов гривен для финансирования программ, обеспечивающих лекарств. Плюс мы будем залучать деньги доноров и глобального фонда. Мы приблизимся до 100%. Это будет 80-90%. Но мы имеем механизмы для того, чтобы приблизиться и обеспечить украинцев необходимыми лекарствами. На 20% планируют поднять зарплаты медикам. Не забыли и о духовном. Финансирование культуры увеличится на 1 миллиард гривен, из которых 455 миллионов на проведение Евровидения. И 500 миллионов на развитие украинского кино. Важным, отметил премьер, становится развитие инфраструктур городов и выход на новый уровень сферы строительства. Будовство является очень важным. И то, что мы видим сегодня, опыт увеличения обеспечения будовства, является позитивным сигналом. В каждой сфере, приоритетной, почти в каждой, вы увидите будовство, инфраструктуру, реконструкцию, модернизацию. Это все связано с развитием, в том числе и будовольных галаз. Повышение цены на газ объясняется нежеланием государства еще раз выделять нафтогазу дотацию в размере 170 миллиардов гривен на погашение разницы в цене голубого топлива для населения. Вместо этого в текущий бюджет было заложено 50 миллиардов на субсидии для всех, кто в них нуждается. Разницу обещают направить на программы энергосбережения. Кроме того, будет создан государственный фонд энергоэффективности, куда направят 80 миллионов бюджетных гривен и 3 миллиарда гривен международных финансовых организаций. Наталья Костенко, Валентин Мирза, Седьмой канал. Одесса рискует остаться без инвестиций. Это при условии, если Украина не выполнит свои обещания перед американским инвестором. Такое заявление сделал Михаил Саакашвили во время своего визита в Порт-Южный. Речь идет об обещаниях украинского правительства сделать дно углубления в новом терминале. Американский инвестор решил выделить порядка 100 миллионов долларов на строительство нового зернового терминала. Украина, в свою очередь, пообещала сделать дно углубительные работы. Однако терминал уже строят, а украинские обещания не выполнены до сих пор. И вот правительство сейчас говорит, а может мы не будем углублять порт? То есть они завели инвестора, он вкладывает деньги, он работает, он рискнул. А правительство, как обычно, говорит, а мы передумали. Или можем передумать. Скажите, кто после этого вообще зайдет в Украину? Мы рискуем остаться без иностранного инвестора. Глава области добавляет, деньги на выполнение обещаний у правительства есть. Но они уходят не по назначению. Говорит, во всем виновата администрация морских портов Украины. Я считаю, что у МПУ, во-первых, должен быть нормальный руководитель, который будет бороться за то, чтобы выполнять все свои обязательства. И в том числе в Кабмине доказывать свою правоту и объяснять, что если Украина взяла на себя обязательства, и мы хотим FDI, прямые инвестиции, то нужно эти обязательства выполнять. Руководство АМПУ нужно поменять, а деньги пустить в правильное русло. Например, на создание рабочих мест и привлечение инвестиций, добавляется Акашвили. Остановил припортовый завод, чтобы его дешево сплавить потом через банкротство. А сейчас они хотят убить вот это новое большое строительство, которое мы видели. Они хотят остановить все это. Новый зерновой терминал должен быть построен к середине 2018 года. Однако, если правительство и дальше будет игнорировать свои же обещания, мы рискуем потерять деньги от экспорта зерна. А многие и вовсе рискуют остаться без работы. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Сегодня в Одессе горела маршрутка. Рано утром около 7 часов 40 минут на углу Екатерининской и Еврейской. Недалеко от здания СБУ загорелся рейсовый автобус 220 маршрута. По словам очевидцев, водитель прогревал двигатель, когда началось возгорание. Ликвидировали пожар, прибывшие на место спасатели. В 7.53 пожар был локализован и ликвидирован. Произошло возгорание на площади примерно 15 квадратных метров. На момент прибытия было открытое пламя. На данный момент работают эксперты, устанавливают причины пожара. Причина устанавливается. Наиболее вероятной причиной происшествие называют короткое замыкание электропроводки. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали эксперты, спасатели и сотрудники патрульной полиции. ДТП на проспекте Шевченко. Троллейбус зацепил сразу два автомобиля. Микроавтобусы припаркованы на обочине лимузин. Авария произошла из-за невнимательности водителя электротранспорта. Он свою вину признает. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Правда, на данном участке дороги образовалась большая пробка. Я просто сидел, и там авария была. А ты испугалась? Да! Мы сами не поняли. Мы просто ехали в гости, и мы сидели впереди, как бы только сами не поняли. Там подрезали, получается. Уже подрезал. Да. И из-за этого получилось так столкновение. По чьей имени? По моей имени. Хорошо. Да. Водителям придется включать фары днем. С 1 октября автомобилистов обяжут ездить за городом по трассе с ближним светом или дневными ходовыми огнями. Это касается всех видов транспорта. Все, чтобы машина была видна издалека. Такой режим езды будет действовать по всей стране до 1 мая 2017 года. За его нарушение водителям грозит штраф в размере 425 гривен. Отмечу, что аналогичные правила уже давно успешно действуют во многих западноевропейских странах. В Украине пока что только третий год. Народный депутат Украины Оксана Корчинская установила палатку у здания Одесского горсовета в знак защиты свободы слова. Сторонники мэра активно выступают против этого. Корчинская заявила, что готова рассмотреть заявки одесситов относительно вопросов охраны, здоровья, нарушения прав человека и любые другие запросы. Пообещала оказывать юридическую помощь. Новый объект на Думской площади вызвал словесную перепалку между сторонниками антитрухановского Майдана и промерскими активистами. Как все это закончилось, знает моя коллега Мария Сапкалова. Народный депутат Украины Оксана Корчинская пришла на Думскую площадь, чтобы установить здесь свою приемную. Она готова принимать заявки одесситов на любую тему. Согласно решать вопросы охраны здоровья, так как сама представляет комитет Верховной Рады по охране здоровья, готова браться за вопросы нарушения прав человека и другие, оказывать юридическую помощь. Ее главные напарники – ветеран АТО Николай Полторак и известный активист Алексей Сердюк. Есть также команда юристов, медиков и общественников. Он, на жаль, совдепельский капитан. У него кажется, что если тут вышли какие-то общественные активисты и что-то протестуют, что это приведет до Великого Майдана. Это неправда. До Великого Майдана приведет то, что побили студентов. И я вчера мэру это объяснила. В адрес депутата летят возмущенные крики. – А что вы в Одессе уже расстячиваете? – Приехали на счастье. – Приехали на счастье. – Приехали. – А в Львове так сидите. – Что это такое? – Мы их убираем? – Нет. – Добрый. – Прям прибирать. – Чего? – Вот сейчас, чтобы они к вам не подошли. – Вот так нам требуется. – Прошу приемли. – Приехали. – А что это за церковь? – Да, церковь устроили, приехали. Тем временем Оксана Корчинская отвечает, что выступает за единство Украины. Говорит, открыла приемную, потому что к ней обратились более 13 общественных организаций. – Я вчера ходила к мэра и просила только про единство. Я мэру просила зрозуметь, что каждый гражданин имеет право на волевыявление. И в том числе, если он имеет какие-то претензии до влады, он имеет право на мирный протест. – В данном случае вопрос стоит об установлении палатки, о выполнении громадской позиции депутата, чтобы любой человек имел возможность прийти и донести свою мысль, свои проблемы депутату. Нардеп отметила, что с ней уже беседовали некоторые одесситы, которым после АТО необходима помощь. Договорили, что их определяют в госпиталь. А тем временем на Домской продолжают всячески отвлекать. Звучит громкая веселая музыка, не убирают и полевую кухню, которая превратила площадь у мэрии в привоз. – Гроши, которые идут на организации рынков біля мэрии и на организацию громадских активистів, было бы добре, якщо б ці гроши пішли якраз на поранених, на реальні формы для реальних атошників. Марія Сапкалова, Евгений Руденко, Седьмой канал. Совет общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины отчитался о статистических исследованиях в нашем городе. Так оказалось, что наши горожане повально не доверяют новому органу. Из двух сотен респондентов об этом заявили 74%. Чи довіряєте ви НАБУ? Ну, хотелось бы доверять, очень сильно. Сложно сказать. Ну, пока нет оснований не доверять. Я не доверяю ни одному государственному органу в этой стране. Не совсем. Нет, конечно. Доверяю. Надеемся, наверное. Надеемся, да. Надеемся. По мнению общественников, всему виной слабая информированность одеситов. Не улучшает имидж этот факт, что уже два конкурса на должность главы НАБУ в Южном регионе были провалены. Під час проведения первого конкурса кандидат стал фигурантом громадских расследований. Я думаю, вы все видели эти расследования. Другой раз, под час конкурса, не было просто с кого выбирать. Никаких особенных претензий до самих кандидатов, банальная невідповідность вимогам до обраної посады. Сейчас Национальное антикоррупционное бюро готовит третий конкурс и просит одеситов проявить большую активность. Условия и подробности отбора вы можете уточнить на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро. Семь городов Одесской области подписали меморандум с агентством США по международному развитию. Их проект предоставляет техническую помощь в сфере энергоэффективности, энергоснабжения и зеленой энергетики. Теперь Балта, Белгороднестровский, Балград, Измаил, Рени, Черноморский, Южный смогут предложить конкретные проекты. Также они должны будут указать на проблемы и потребности своих городов в этой сфере. Помогать будут иностранные специалисты. Также проводить энергоаудиты в масштабных количествах, разрабатывать инвест-каталоги, приоритизация инвестиций в разных городах. И также мы помогаем разрабатывать документацию, разную документацию, для того, чтобы привлечь кредиты от международных организаций в точечные потребности городов. Семь городов Одесской области были выбраны на конкурсной основе, а программа направлена на энергетическую революцию. Хотя сотрудничество с фондом «Юзейд» с такими малыми городами проходит впервые. Она позволит сэкономить от 20 до 50% тех средств, которые сегодня тратятся городами, на оплату тепла и энергоресурсов. Эти деньги станут дополнительным бюджетом для этих городов, чтобы они тратились на другие цели. Это на ремонт дорог, на ремонт этих же школ, этих же других учреждений, школ, больниц и тому подобное. Ну и к слову, глава областного совета уже подписал распоряжение, чтобы все гос- и коммерческие учреждения, которые есть в нашем регионе, перешли на освещение класса А. Это позволит на 20-30% сэкономить электроэнергию. Намного больше одесситов стали получать субсидии на оплату коммунальных услуг. Количество таких семей выросло до 40 тысяч. Это 15% от общего количества населения. В то время как совсем недавно эта цифра не превышала и 10%. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала нам директор Департамента труда и социальной политики Елена Китайская. По ее словам, динамика наметилась с одной стороны потому, что субсидии оформлять стало легче, а с другой стороны из-за повышения стоимости коммунальных услуг. Субсидия оформляется на основании двух документов. Это заявление и декларация. Два документа, которые заполняются самим заявителем и подаются в районное управление социальной защиты. Но в связи с ростом количества получателей субсидий и все средства, выделенные еще в начале текущего года, а это около 160 миллионов гривен, уже полностью израсходованы. Поэтому на сегодняшний день из госбюджета было дополнительно выделено еще 15 миллионов гривен. По прогнозам чиновников, с начала отопительного сезона количество людей, обратившихся за субсидиями, должно будет увеличиться еще как минимум в два раза. В Черноморске спасают от рака 22-летнюю Яну Лебеденко. Собирают средства на лечение всем миром. Используют социальные сети, объявления и благотворительные марафоны. Для пересадки костного мозга Яне Лебеденко нужно 100 тысяч гривен. Подробности об этом в сюжете наших корреспондентов. У меня есть старший брат. Все время хотела себе младшую сестру. И вот Яна, она мне вот как сестра. И мы все время, все время были вместе. А потом... Потом вдруг, как гром среди ясного неба, страшный диагноз – рак. Марина, сдерживая слезы, рассказывает историю своей подруги Яны Лебеденко. Мы сначала не верили в то, что она заболела вообще до последнего. А потом, когда сделали операцию, и диагноз подтвердился. У Яны Лебеденко онкозаболевание – лимфома Ходжикина четвертой стадии. Ей всего 22 года, и она очень хочет жить. Почти два года Яна живет благодаря средствам, собранным на ее лечение жителями Черноморска. Без нашей поддержки, я думаю, что ей было бы намного хуже. Сейчас Яна Лебеденко в киевской клинике, где ей должны будут сделать пересадку костного мозга. Медицинские термины с подробностями ее диагноза сложны и более понятны докторам. Но то, что для проведения операции необходимы деньги и немалые, понимают все, кто несет свои купюры в боксы с фотографией Яны. А собрать необходимо 100 тысяч гривен. Яночка сейчас входит в ремиссию. Ремиссия – это то, что у нее после 17 химий все анализы попадали. Это тромбоциты, лейкоциты и так далее. То есть сейчас, после того, как она придет в ремиссию, ей надо, как врачи сказали, обязательно пересадка костного мозга. Пока удалось собрать лишь четверть необходимой суммы. И чтобы помочь Яне жить, каждый может присоединиться к благотворительному марафону, который продолжается с помощью банковской карточки, открытой на имя мамы Яны. Ирина Рогозянская, Наталья Смирнова, Виктор Фоменко, Седьмой канал. В акваторию Одесского порта в октябре зайдет лайнер под флагом Багамских островов. Портовики сообщают, что круизное судно «Айленд Скай» у нас трижды пришвартуется. 3, 13 и 25 октября. К слову, в нынешнем курортном сезоне в Одессе останавливался лишь один корабль. Под флагом Мальты в мае заходила «Европа-2». По традиции, в октябре период выезжей заканчивается. День туризма, нестандартный отдых животных и краснокнижное пополнение. В Одессском зоопарке празднуют рождение сразу двух представителей исчезающего вида – амурских тигров. О бесценных новорожденных и не только смотрите в сюжете Екатерины Лапицкой. Молодой отец вальяжно раскинулся в вольере. К новорожденным его пока не пускают. Опасно. В отличие от львов, самцы тигров не отличаются особой нежностью к своим малышам. Молоденькие тигрята – это невероятно обаятельные такие существа. И через несколько недель, я думаю, они уже будут выползать из логовища, мы сможем их уже экспонировать, чтобы их видели наши посетители. В Одесском зоопарке амурские тигры последний раз рождались в 90-е годы. Так что событие уникальное. Самая крупная кошка на планете занесена в Красную книгу и размножается лишь в условиях комфорта. Тут есть апартаменты для каждой кошки отдельно, там логовище, зимники. Есть большой выгулочный вольер, есть где этим хищникам порезвиться, побегать. И очень нашим посетителям нравится наш новый тигрятник, но оказывается, что тиграм он тоже нравится. И когда мы предоставили им эти апартаменты, вот они ответили тем, что они начали размножаться. Совсем скоро малыши появятся и у других животных, но пока все держат в секрете и продолжают обустраивать зоопарк. Чисто, убрано, приятно, зеленый, не жарко, хорошо, хорошо в зоопарке. Когда бы ты не приходил сюда, через год, через пять лет, все равно сама аура зоопарка так влияет, что ты хочешь сюда возвращаться. Просто вот, чтобы в этой нашей городской суете попасть в этот такой мирок, посмотреть на этих разных животных, полежать на гамаке, почитать книжку. И вообще просто получить удовольствие и вернуться в детство. Если надоест издалека любоваться хищниками, всегда можно погладить животных в сельском дворике. Здесь хоть и шумно, но весело. В одесском зоопарке очень много контактных животных. При желании с одним из них можно покататься в гамаке. Отвоевать гамак не так уж и просто. Для тех, кто предпочитает активный отдых, проводят праздники с аниматорами. В игровой форме дети могут узнать что-то новое из жизни обитателей зоопарка. Екатерина Лапицкая, Андрей Кульба, 7 канал. Отвлечься от серых будней. Сегодня повезло моей коллеге Екатерине Лапицкой. Надеюсь, что у вас тоже будет такая возможность посетить одесский зоопарк. Ну и добавлю, что новорожденные тигрята пока не выходят в прогулочный вольер, а увидеть их можно будет лишь спустя несколько недель. Ну вот таким мы увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До завтра. Увидимся в проекте «Вечер на седьмом». Ну а с новостями завтра, начиная с двух часов дня, вас будет знакомить моя коллега Екатерина Поденежна. Берегите себя, берегите своих близких, берегите Украину. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин